Вы знаете, великий Пикассо вовсе не зря выбрал голубя символом мира. И даже свою дочь назвал Палома, голубка. О том, какое значение имеют голуби для человечества, сегодня поговорим с нашим героем. Поехали! Взлететь стремительно, парить среди облаков, спешить по небу за горизонт. О таком свободном полете люди могут только мечтать. И все же некоторые из нас стараются хоть немного прикоснуться к этой мечте и начинают разводить голубей. И будь то семейная традиция, случайность или просто необъяснимая любовь к этим птицам, для любого голубевода это становится делом всей жизни. Наш герой Леонид Бойко, наверное, не прожил и дня своей жизни без голубей. Их разведением занимались его родители, бабушки и дедушки. Сейчас продолжает семейное дело и его сын. А главное, что Леонид Леонидович каждый день и каждую минуту посвящает тому, чтобы рассказать человечеству, что на всем белом свете нет ничего важнее и ценнее мира. И, пожалуй, в год 75-летия Великой Победы такое напоминание будет, как нельзя кстати. Мы сейчас находимся в селе Трудовой Симферопольского района, улица Мира 42. Здесь я проживаю на протяжении 40 лет. Эта арка мною сделана в 2010 году, после того, как я побывал в концлагере Освенцем. Все это случилось в 1989 году. Пришла телеграмма с Москвы о том, что я должен ехать в Польшу на Всемирную Олимпиаду спортивных голубей. В процессе вот этой олимпиады польская сторона организовала поездку в концлагерь Освенцем. Когда я вернулся домой, у меня в мыслях появилась мысль создать арку в противовес той арке концлагеря Освенцем. И я вот придумал сначала Крымский центр, то есть как бы Трудовое Симферополь, это как бы центр Крыма. Черноморская волна, потому что это на Черном море Крым находится. Польшу на спортивных голубей, понятное дело, что у меня было тогда много, и сейчас в настоящее время около 400 штук. Вот. Раз с собой, то, что я за свою жизнь вырастил действительно спортивных голубей на протяжении всех своих жизней. У меня есть родословные, кольцевания, родословные, племенную работу вел. И два голубя – это в противовес той виселице, которая находится в концлагере Освенцем. Четыре сотни голубей, среди которых немало чемпионов. Вырастить таких спортсменов – тяжелый труд. Но наш герой знает свое дело, ведь заниматься им стал раньше, чем научился ходить. Он родился на юге Украины, потом переехал в Крым. Вместе со своими спортсменами побывал в разных странах. И всегда голуби оставались неотъемлемой частью его души. Отец, когда пришел с фронта, женился, и они копали голубятню. Это Херсонская область, Ивановский район, село Благодатное. Мама была в положении. И поднимала в ведрах глину. Не в том смысле, что отец ее заставлял. А в том смысле, что хотела помочь отцу. Потому что голуби были не только по линии отца у родителей, и по линии мамы. Ну, мы начали схватки, и, короче, я родился возле голубятни. Ну, когда я чуть более подрос уже, ну, подрастал, ходил в садик. Отец меня забирал с садика, я катался на лошадях, убегал с садика. Ну, такой шустрый был. Вредный, наверное, и шустрый. Как я оказался в Крыму, вот самое интересное. С нашего совхоза, с Херсонской области, отца послали засаженцами в Крым. Вот сюда, в Софиевку, Красный Огородник, вот назывался, Гвардейская. И вот он привез деревьев для колхоза в Благодатное село. И привез, я не знаю, может быть, около ста деревьев себе домой. Мы их высадили. У нас был самый большой сад в селе, в Благодатном. Самый большой сад. Деревья, кустарники этого крыжовника, клубнику он привез. Были пчелы, у нас большое хозяйство было. Даже в селе одна лошадь у нас была дома. Вот, и назывался этот черный такой конек, Каракулевый. Я очень его любил, я с ним вырос, на нем ездил и прочее. Отец привез нас сюда, в Крым, вот в село Софиевку Симферопольского района. Улица Центральная, 50. Ну, здесь дальше я вот это, пошел на работу. Вот, сначала в Гвардейском гарнизон там год проработал. Вот, а потом Крымскую опытную станцию садоводства. Буквально за несколько дней я научился обрезать деревья. Вот, был на съемке, помогал бригадиру. Любовь к деревьям до сих пор у меня есть. Я не, я сажаю деревьев не только у себя дома, я и у людей в некоторых садил деревья. Сейчас эти деревья уже более до трех метров. Вот, и я иногда, хотя и плохое у меня зрение, но я ощущаю эти деревья. И у меня радостно на душе, что все-таки мои руки были, приложились к такому хорошему делу. Во дворе Леонида Леонидовича несколько голубятин. Условия жизни у птиц более чем благоприятные. Везде царят чистота и порядок. Да и сами голуби очень ценят то, как о них заботится наш герой. Во всем его слушаются, активно тренируются, выводят чемпионское потомство. И очень радуют своими фантастическими полетами. Они почуяли вас. Вот, здесь все самки и самцы находятся, отдельно живут. В период с июля месяца по март. В марте месяце, после того, как все голуби спорованы на бумаге, согласно их родословным и спортивным данным, вот, после этого подбираются пары. И в марте месяце примерно, примерно 8-10 марта, они по другим питомникам, ну, к самцам добавляются самки, уже которые определились. И в течение там 12-10-12 дней появляются первые яички. Каждая пара выводит, несет 2 яйца, вот, кормят птенцов примерно в течение 25-30 дней. Это же голуби не просто, что они вот сидят вот здесь в вольерах там и прочее, они же поддаются еще тренировкам. Ежедневно, они утром в 6 часов выгоняют, выпускаются на улицу и начинают облет. В течение часа, иногда двух и более, вот, улетают из дома, скрываются подолгу, вот, каждый день и так же утром и вечером. То есть эти спортивные голуби, это как солдаты. Подъем, потом завтрак, потом опять тренировка вечерняя и ужин. Эти голуби прилетают с Краснодара, города-героя Керчь, Краснодар, Ставрополье, Ростовская область, город Сальск, Москва. Но вы говорили, даже из Казани к нам возвращались. В 2019 году к нам приехали голубеводы из Казани. Мы им отдали эту голубку, еще не было ни одной тренировки, ни одно соревнование. Ну, верили в то, что она должна прилететь, потому что парадословная, это сильная голубка. 9 мая в 7 часов утра казанские голубеводы выпустили эту голубку, сняли на видео, выставили в интернет. Через 20 дней голубка прилетела домой. Еще одна голубядня здесь создана по специальному проекту, разработанному в Европе. Как говорит наш герой, второй такой в Крыму пока нет. В таком помещении предусмотрены для птиц разного пола и разного уровня подготовки отдельные боксы, в которых у каждого голубя и голубки есть и свои отдельные домики. В первом боксе временно находятся корма. Значит, корма получаем с Бельгии специально для различных периодов года. То есть, для периода вывода птенцов для племенных голубей, корма для спортивных голубей, которые будут летать на расстоянии 200, 400, 500, 700 километров и более. И для линьки, корма для линьки. Вот, то есть, для каждого периода свои корма. Разработанные здесь примерно более 20 компонентов. Здесь находятся сейчас голубки. Баришни. От года до трех. Племенные голубки находятся в другом боксе еще, которым возраст больше, которые имеют очень много налетов, призовых километров, по несколько тысяч. У каждого места. А некоторые между собой так соперничают за места. Ну, потому что мы зашли, они к этому не это самое. Они знают, когда хозяина, тут много народа сразу. В третьей ячейке там девочки ругаются. Естественно, они волнуются, вот, таким образом. Ну, у каждого свое есть место. Они на вечер, когда косну, они, каждый занимает свое место, тихо себя ведут, и все. Конечно, чувствуется, вот, его, когда возьмешь в руки, этого спортивного голубя, чувствуется, какая в нем есть сила. Вот, вот, вот эта самочка, значит, сизая, значит, вот у нее есть чип, вот, вот это кольцо, значит, очень мощная грудь широкая, то есть легкие, большие у нее, она может лететь без остановки, много километров, это позволяет ей мышечная система, вот, крыло, очень жесткое крыло с нижней подачей. Бывают случаи, что среди этих голубок появляются такие индивидуумы, которые, вот, когда заходишь, и какая-то из них, как бы, начинает с тобой ворковать к тебе. Прямо вот идет к тебе и воркует, вот, она, как бы, чувствует, что мужчина, вот, как голубь и как мужчина, вот, она, как бы, чувствует это. Это действительно правда. Выводятся здесь птенчики, они вот такие малюсенькие выводятся, там, несколько грамм, вот, и сначала их кормят молочком, с самкой самец, а после этого уже постепенно зернышки добавляют, и так и кормят, вот. Безусловно, птенцы при таком вот корме, когда все сбалансировано, конечно, птенцы растут быстро, они мощные, здоровые, вот. И, то есть, когда есть пища хорошая, как для человека, так и для голубя, то вырастет действительно настоящий спортсмен. В этом боксе находятся самцы от года до трех. Вот, есть чемпионы, вот, большинство из них, вот. И вообще, в настоящее время здесь уже отборные голуби, которые, ну, надежда есть на них, что они в этом сезоне должны показать себя на различных дистанциях среди своих соперников. Здесь есть голуби, которые прилетели и завоевали призы с города-героя Керчь, Славянск-на-Кубани, город Александров Ставропольского края, станица Дивная Ставропольского края, 722 километра по прямой к нашему дому. Когда мы привозим их на место, в частности, я с водителем привожу на этом прицепе голубей, вот, в станицу Дивную, вот, расстояние, конечно, большое. Мы их утром раненько кормим, поим в 5 часов утра, а ровно в 6 этот прицеп открывается, в одну секунду они покидают этот прицеп и берут курс домой. В этот же день большая часть голубей прилетает домой. По прилету, вот здесь, в этом месте, вот это окно открывается, здесь, сейчас нет, находится прилетная антенна и компьютер, соединяется это все, и когда голубь прилетает, садится вот сюда, этот компьютер срабатывает, антенна считывает с типа, значит, данные этого голубя, его номер и другие параметры. Вот, имеются награды у них, кубки, дипломы, медали, вот, то есть, эти голуби, они как дети, вот вырастить такого голубя, это равносильно вырастить ребенка, вот, потому что уход за ними, вот как за детьми, вот, и они действительно понимают, понимают хозяина, вот, чувствуют, видимо, они каждый индивидуально себя это проявляет, вот, ну, в основном, мне кажется, они очень добрые, очень, ну, между собой они иногда там могут поскуптись там немножко, или кто-то садится к нему в гнездо, он может это защищать свое гнездо, а вообще, я считаю, это очень благородная птица, красивая, благородная, сильная, умная, и мне кажется, они не глупее людей, вот, что-то мне так кажется. Спортивные голуби, или голуби почтовые, как они раньше назывались, они еще несколько тысячелетий до нашей эры, как говорят, приносили сведения с Олимпийских игр, там, и когда война шла где-то между какими-то, приносили сообщения о победах или поражениях. Вот, голуби спортивные, или почтовые, используются вообще человеком очень давно, пород существует голубей около 800, есть голуби, которые называются декоративные, есть голуби высоколетные, здесь голуби игровые, вот, в настоящее время в Крыму примерно, не буду без привлечения, могу сказать, до 100 пород голубей. И эта древняя история взаимодействия голубей с человеком с каждой новой эпохой дополнялась особенными моментами. Голубей тренировали в качестве спасателей, они могут указывать координаты тех, кто оказался в беде. Этих птиц использовали для аэрофотосъемки. В Китае, например, до сих пор существует служба резервной голубиной почты. И, конечно, эти птицы, как и многие другие животные, могут оказывать благотворное влияние на здоровье человека, чего только стоит их умиротворяющее воркование. По указу Екатерины Великой в городе Севастополе была создана первая военная голубиная станция. На этой станции ухаживали офицеры, там, надсмотрщики, тренеры. Ну, развели голубей, их было около тысячи. Отступая из Крыма в Рангель, забрал эту голубиную, всю голубиную стаю, увез в Германию и продал немцам. Находясь там в заточении для спортивного голубя, это очень трудно находиться где-то, когда у него здесь родина где-то находится. Его гнездо, его голубка. И вот как-то голубевод немец, который ухаживал за ними, как-то случайно открыл дверь на несколько секунд. И они махнули. Стая голубей вырвалась на свободу. И взяли курс на Крым. Спустя некоторое время, преодолев более двух тысяч километров, через горы, лес, голуби добрались до Крыма. Они сделали несколько кругов на своей голубятне. В это время возле голубятни играли мальчишки. Они увидели, что голуби крутятся и сели. В это время проходил мимо офицер. Они крикнули, дядя офицер, голуби прилетели. После этого эта голубиная станция снова начала свою работу. Во время Великой Отечественной войны голуби крымские, севастопольские, были еще передвижные станции на лошадях, на мотоциклах. Были эти голуби у партизан, подпольщиков, разведчиков, которые носили информацию о фашистах. Полковник Шептура, это из генерального штаба, он написал вот это все, описал, как это все было, с фотографиями совсем. И задал такой вопрос. Во время Великой Отечественной войны немецкие самолеты бомбили английскую подводную лодку. И она легла на дно в 400 милях от базы своей. Но на лодке было два голубя. Знаете, трудно об этом говорить. Вот. Они капсулой выбросили эти голубей, и голубка долетела до базы и сообщила координаты, где затонула лодка. И экипаж был спасен, 60 человек. Полковник Шептура задает вопрос, почему у нас до сих пор в городе Героя Севастополя не создан памятник, голубю, символу, воину-герою. Столько голубих грамм принесли эти голуби, они спасли не 60 человек, а спасли очень много солдат, детей, матерей, отцов, дедов от гибели, принося сведения о фашистах. Говорят, гуси спасли Рим, а голуби, быть может, спасут мир. По крайней мере, эти простые и благородные птицы вполне могут помочь человечеству осознать, что нам нужна лишь одна борьба. Борьба за мирную жизнь. Чтобы мы работали и создавали. Чтобы взрослые и дети ничего не боялись. Чтобы в городах было уютно и чисто. А в селах каждый мог создавать свое деревенское счастье. А что тут думать? Мне кажется, если человек жил в городе и жил в селе, вот с детства и взрослым, видимо, он ощутил все прелести жизни городской и жизни деревенской. Могу сказать, что мое детство, где я родился в деревне и прочее, видимо, повлияло на то мое мировоззрение, что такое деревня. Деревня – это прежде всего свобода. Это чистый воздух, это свобода, это земля, где ты можешь поработать, посадить цветок, розу, тюльпан, посадить голубую ель, посадить персик, дерево, вишню цветущую. В этом плане, конечно же, деревня проще, свободнее. Ну, как-то вот человек как бы чувствует себя в своем месте. Один из моих сыновей занимается, причем занимается профессионально и превзошел меня во всем, во всем буквально превзошел меня во много раз. И, естественно, для меня это самая большая радость жизни, что у меня есть, что дело мое не погибнет. И не только мое, моего отца, моего деда. Ну, естественно, большую помощь оказывает в этом всем деле жена-пенсионерка. У меня в голове созрела мысль провести голубиный фестиваль мира в российском Крыму. Что для этого необходимо? Для этого необходимо, чтобы в этом фестивале участвовали города-герои, города воинской славы, байкеры, школы «Евпаторийская детская здравница», «Артек», чтобы это был праздник. Главное участие голубей в этом фестивале заключает в следующем, что в каждом городе, где это, и там же, и в «Артеке», и в «Евпатории», и везде, чтобы при этом, когда все это мероприятие проводится, и байкеры начинают проводить какие-то свои там эти виражи там с детьми там и прочее. В это время выпускались белые голуби – символы мира. Вот. Это главная задача. Ведь не одна птица, никто не признан так во всем мире, как голубь мира. Это впервые вот Пабло Пикассо во Франции нарисовал эту картину, и эта вся картина разошлась, и, ну, как бы признал весь мир, что голубь мира. Но вы понимаете, понимаете, что в настоящее время везде, по всей планете идут войны, братоубийственные войны. И если бы люди действительно вникли в это самое, правильно поняли, что голубь – символ мира, должен объединять людей, должен нести правду, справедливость, добро. Мир, говорит, мира вам над вашей головой. Люди – это же умные, как бы, существа. А голуби думают, ну, что там головка такая маленькая, сколько там мозгов и прочее, прочее. Но он же летит вот сюда домой, с тысячи километров, с Москвы, с Казани, 1603 километров, Москва 1250 по прямой. Быстро стремится домой. Почему он сюда стремится домой? Потому что здесь у него все есть. И это его место, это его родина. И вот главная задача голубевода, вот, чтобы привить вот эту любовь к своему дому, к своей родине. Вот я думаю, что вот у нас есть родина, великая Россия и Российский Крым. Я думаю, что может быть, они не сознают и не знают этих названий. Но я точно знаю, что они летят домой, на свою родину, в свой дом, в свое гнездышко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова